Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста, он продолжается 13 кварталов подряд. По оценке за январь-май ВВП прибавило 0,7%, промышленное производство увеличилось на 2,4%. Вместе с тем нужно добиться, и мы с вами неоднократно уже поговорили об этом, более устойчивого и, главное, более динамичного роста. Для этого необходимо поддержать общую макроэкономическую стабильность, сохранить устойчивость государственных финансов, вернуть инфляцию к целевым значениям 4% и обеспечить дальнейшее снижение безработицы. Хотя, конечно, следует отметить, что наши предварительные прогнозы, связанные с вынужденной мерой поднятия ДС, все-таки оправдываются. И после небольшого подъема началось снижение инфляции, сейчас она на 8 июля 4,6%. И безработица у нас находится на рекордно низком уровне, 4,5%. Тем не менее, нужно внимательно за всеми этими параметрами следить и вносить необходимые перейти в нашу работу, если увидим, что это необходимо. Продолжение следует...